Приветствую вас на очередном уроке нашего тренинга. Продолжаем наполнять наш профиль интересной, полезной, экспертной информацией. Я уже показал, как мы сделали первый экспертный пост и закрепили его. Показал, как к тексту поста можно прикрепить видео. Сейчас покажу, как прикрепляется к вашему продающему посту. Никаких принципиальных отличий от прикрепления видео абсолютно не будет. Щелкаю текст поста. В принципе, могу даже никакого текста и не писать, если я хочу разместить только одну картинку. Нажимаю на значок фотографии. Нажимаю загрузить. Либо могу выбрать уже из ранее загруженных какие-то альбомы фотографии. Я сейчас загружу новую фотографию, которую сохранил на компьютере. Вот такую на злоба дня. Вот подкрузилась фотография. И в принципе, можно нажимать на кнопку опубликовать. Конечно, желательно всегда не ограничиваться чем-то одним. Пост без картинки – это не совсем пост. Картинка без текста – это тоже не совсем правильно. Поэтому какой-то текст, сопровождающий данную картинку, писать надо. В тексте поста вы можете еще использовать хэштеги. Что такое хэштег? Это какое-то слово, перед которым стоит вот такая решеточка. Сейчас хэштеги очень популярны. Хэштегами можно и нужно метить свои посты. То есть выбрать какие-то свои хэштеги и ими отмечать публикации. И если вы хотите, чтобы ваши посты еще продвигались, желательно примазываться или включать в текст своих постов популярные хэштеги. Если вы в поиске Яндекс напишите популярные хэштеги для соцсетей, вы можете войти на такого плана сайта, их достаточно много сейчас, где можете выбрать, например, самые популярные хэштеги или, например, хэштеги для лайков. И взять отсюда несколько хэштегов, скопировать. И именно эти хэштеги использовать у себя при публикации. Они вставляются в текст поста чаще всего в конце. Иногда их вставляют по тексту, чтобы сделать текст еще более привлекательным. Нажимаю кнопочку опубликовать. Получаю пост у себя на стене. Как работает хэштег? Хэштег работает как ссылка. То есть если я кликну на этот хэштег, я попаду в новостную ленту, где собраны посты, помеченные этим хэштегом. Если хэштег популярен, по этому хэштегу довольно часто люди что-то пытаются найти, отсортировывают посты и могут попасть на ваш пост. Еще одна очень полезная и нужная для нас операция при размещении постов, это ставить ссылку на наш сайт. Я сейчас скопирую ссылку на наш сайт. Напишу какой-то текст, не буду сейчас ничего такого умного делать. И затем размещаю ссылку на сайт. При размещении ссылки или после нажатия клавиши Enter, что происходит. Считывается картинка, которая загружена в настройках вашего сайта. У нас в настройках нашего сайта прописано, какая картинка будет подгружаться, когда ссылка на сайт вставляется в социальных сетях. Но если эта настройка не сделана, то вставляется какая-то абсолютно левая первая картинка, которая выдергивает социальную сеть с хостингом, на котором лежит ваш сайт. Довольно часто эта картинка бывает не очень интересна. Поэтому, если вы нажмете на этот значок с изображением фотографии, вы можете выбрать какую-то другую картинку, которая будет замещать вашу не совсем удачную картинку, выдернутую с сайта. Здесь можно, видите, позиционировать, нажать сохранить. Вот, и я поменял картинку. Подгрузилась совершенно другая картинка. Можно изменить вот это вот описание. То есть можно сделать что-то совершенно другое. Можно даже изменить название домена. То есть спрятать все, что хотите. Причем из самого текста поста ссылку на ваш сайт можно смело удалять. Потому что после публикации вот эта картинка становится кликабельной. То есть вы здесь можете написать что-то щелкой, и перейдешь на сайт или получить подробную информацию. Нажми и получи подробную информацию. Можно это писать в тексте. Можно это еще обыграть вот здесь вот внизу в названии вашего сайта. То есть человек будет кликать по вашей картинке и переходить на сайт. То есть ссылка в самом посте уже не нужна. Я сейчас покажу, как удалять ненужные вам публикации со стены. Убираю удалить. И запись удаляется. Ну а коронавирус я тоже удалю. При желании можно восстановить. Социальная сеть ВКонтакте поддерживает не только текст, видео, картинки, не только статьи. То есть вы можете еще посмотреть, что еще можно вставлять в текст вашего поста. Очень интересно работает опрос. Об опросах, для чего их использовать. Я расскажу в закрытой части нашего тренинга. Потому что когда ваш профиль начнет активно посещаться, с помощью вот именно опросов можно делать очень хорошую сегментацию людей, заходящих на вашу страницу. И с людьми, которые приняли участие в вашем опросе, можно продолжать общаться. Это один из очень хороших, классных способов именно искать потенциальных людей, ваша структура. И, конечно, очень хорошо работает карта, потому что геотеги, то есть где была сделана эта публикация, тоже позволяет каким-то образом получить дополнительное продвижение ваших постов. Кроме хэштегов, вот геотеги, тоже все это довольно интересно работает. Если у вас есть какие-то вопросы по размещению постов, что-то было непонятно, пожалуйста, пишите в ответе на домашнее задание. В следующем ролике я расскажу о очень важной теме, это что такое контент-план и, конечно, основные ошибки сетевиков при публикации постов на своей стене.